Мы находимся в учебной лаборатории по парикмахерскому искусству Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. Это у нас мастер производственного обучения Татьяна Лукаш. Здравствуйте, Татьяна. А вот здесь у нас ветеран движения «Журналист меняет профессию» Елена Лепезина. Елена, когда-то училась на штукатуру. Почему вы в этот раз решили поучаствовать в конкурсе «Журналист меняет профессию»? Потому что пригождаются умения, которые получаю в этом конкурсе. Ну а где вам пригодилось умение штукатурить? В своей собственной квартире. Пришлось штукатурить стены и потолок. Вы знаете, сэкономило 10 тысяч. В этот раз сэкономить на стрижке решил я. В рамках конкурса «Журналист меняет профессию» коллеги проходили тему мужских причесок. Пришлось подставить собственную голову под машинку и ножницы. У вас насадка, поэтому вы не боитесь здесь порезать клиента. Но, тем не менее, работайте аккуратно, чтобы клиенту была комфортность. Оказывается, существует рабочее и нерабочее положение ножниц. А во время подравнивания висков, петлю у маски все-таки нужно снимать, придерживая саму маску рукой. Пальцы – это ваша линейка. Вот сейчас пальцы ваши уходят вверх под углом. Головомойку заместитель редактора «Амителла» устроила со знанием дела. Кстати, и тут есть свои хитрости. При мытье головы нельзя допустить, чтобы вода попала на лицо клиента. Стараемся не заливать, делаем такую лодочку, своей рукой делаем лодочку. Елена же замочила меня по полной программе. Но занятие не прошло напрасно. Я узнала, что такое тушевка. Узнала, что у тебя есть фронтально-теменная зона. Узнала, как правильно держать ножницы. Елена Лепезина из «Амителла» очень старалась, и у нее получилось. С новой прической я стал похож на Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи. В те моменты, когда тебе пришлось стричь висок, задрожали руки. Поэтому висок получился немножко неровным. Впереди у будущих парикмахеров такие сложные дисциплины, как женская стрижка и женская укладка. Уверен, что рука у наших конкурсантов более не дрогнет. Конкурс «Журналист меняет профессию» в этот раз проходит благодаря Минобразованию региона, Фонду президентских грантов и Институту социальных инноваций. Субтитры создавал DimaTorzok